21 апреля состоялась конференция трудового коллектива общества ИРН «Северная нефть». Руководство предприятия отчиталось об исполнении коллективного договора за 2008-2010 годы. Вынесло на голосование утверждение кол-договора на 2011-2013 годы. Генеральный директор общества ИРН «Северная нефть» Сергей Нестеренко отчитался об исполнении коллективного договора за 2010 год. 14 мая 2008 года мы с вами приняли принципиально важный для нашего предприятия документ. Это был коллективный договор, который мы приняли на 2008-2010 годы. Пункты договора и приложение к нему отражают по сути всю систему оплаты, стимулирования охраны труда, социальные дуги и гарантии наших сотрудников. По российскому законодательству коллективный договор – это правовой акт, регулирующий на предприятии правовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и работником. За годы работы «Северной нефти» сложилась обширная система регулирования этих отношений. В пакеты льгот и выплаты работникам и членам их семей входят выплаты социального характера, компенсация стоимости питания на промыслах, материальная помощь к отпуску, единовременное примирование в честь юбилеев, отчисление в негосударственный пенсионный фонд «Нефтегаран» для обеспечения работников корпоративной пенсии и многое другое, что предоставляется в дополнение к установленному законодательству. Делегатам конференции предстояло проголосовать за или против утверждение коллективного договора на 2011-2013 годы. Пока подсчитывались голоса, генеральный директор общества Сергей Нестеренко ответил на вопросы работников, рассказал о перспективах развития предприятия. Лицензию получила нефтяная компания «Роснефть», но оператором этого проекта будет выступать наше предприятие. Это Наульский участок недры, суммарно по трем месторождениям на территории НАУ, это северо-восточное крыло Тимана-Печора, это Осовей, Вала-Сорокина, это Лабаганы и НАУ, практически извлекаемые запасы трех месторождений составляют, как вся северная нефть, примерно, около 90 миллионов тонн. Другой вопрос, что качество данных запасов желает быть лучше. Но так или иначе, среди трех предприятий, которые сегодня получили новые, нераспределенные запасы на территории Тимана-Печоры, это компания «Роснефть» в части месторождения Требца-Титова, это компания «Росвет-Петровки», в части четырех блоков центрального реверского поднятия, это компания «Роснефть» в части трех вышеназванных месторождений. Большинством голосов на конференции трудового коллектива общества «Роснефть» утвердили новый коллективный договор на 2011-2013 годы.